Вот, и только мне исполняется 18 лет, казалось бы, можно наконец-то смотреть с полной силой фильмов, бандитов, мультики и все остальное, как наше Министерство культуры запрещает мат. И вот такой к вам вопрос, как вы думаете, одумаются ли они и вернутся в большое кино, значит, такую богатую... Настоящую сущность. Да, богатую часть русского языка нашего. Ну, я думаю, что да, то есть мне это видится так, поскольку я член Совета, общественного Совета при Министре культуры, я и там изнутри наблюдаю, то есть мне кажется, что это, ну, то есть сначала маятник качнулся в сторону вседозволенности, когда граждане уже в телевизоре позволяют там себе непечатные выражения, что, в общем-то, непонятно. То есть если смотрю, полнометражный соус-парк, который большой, не обрезанный, если помнишь, как там Картману в башку вставили чип, и когда он ругался, его током бил, он там визжал, катался по полу. Оно на самом деле не смешное, потому что в американских телевизорах, еще когда они были электронно-лучевые, там везде устанавливаются специальные схемы, которые позволяют родителю кодировать каналы. Что вот это ты можешь смотреть, а это не можешь. Ну и, соответственно, я не знаю, кто там, Бибигон и канал Радонеж, смотри на здоровье, там, напирайся, так сказать, хорошего, а все остальное выключено. Ну, правильно это или неправильно? Наверное, правильно, потому что в тех же самых США, вот есть канал HBO, который снимает там Союз в Большом Городе, Сопрано, там, Игру Престолов, Рим, все замечательно, я снял канал HBO. Они там ругаются все, как сапожники, там, как сказать, режут, насилуют, душат, у них на это, так сказать, ставка, поскольку они начинали с трансляции боксерских мальчей, которые сами по себе там кровавое, безобразное зрелище, но есть люди, которые хотят за это заплатить деньги и смотри, а не взрослые, заплати и смотри. У нас, вот, оно с точностью это наоборот, а давайте это самое криминальное чтиво вывалим на национальные каналы УРТ и РТР в 8 часов вечера. И дальше задницу на букву «Ж» мы обозначать не будем, потому что слова такого нет. А вот негра анально насиловать будут каждый год в 8 часов вечера по 4 раза. Что это такое? Тут башку прострелили, и вот там диалоги под сгребание мозгов, там, что ты там сделал, Марвин был, парень башковитый, посмотри, ну, зачем это, как это можно, знаешь, вот взять, осеять там какую-то нецензурную брань, ну, я не спорю, ее не надо показывать. Но это-то вы зачем показываете? В Америке там все гораздо проще. Всю матерщину фильмов подобного содержания, ну, типа какой-нибудь там, я не знаю, основной инстинкт, нанимают другую актрису, и другая актриса, и другой актер. Фразы, где нецензурная брань, они просто переговаривают. А замечательные фрагменты, где Шерл Стоун там закидывает ногу на ногу, это лучший момент в фильме, объяснить не надо. А это тупо вырезают, смотрите на здоровье. Если бы вы посмотрели, что творится в Америке, там, локер берет, а ничего, свобода, и все, совершенно спокойно уживаются. Заплати деньги и смотри на здоровье. В моем понимании вот эти запреты, ну, вот, да, я там показываю фильмы в своем переводе. Во-первых, они идут только вечером, там, в 9-10 часов вечера, когда дети в кино уже не ходят. Во-вторых, они стоят дороже, чем фильмы в 3D, что тоже отсекает. В-третьих, на входе проверяют, кто это пришел. Ну, а, в конце концов, я взрослый человек, я сам могу определиться, что я хочу видеть, а чего не хочу. Ну, вот, маятник качнулся в сторону вседозволенности, теперь его потянули обратно. Качнулся в обратную сторону, давайте запретим. Потом он все равно придет к середине, и все это успокоится, устаканится, и будет так, как надо. Я так думаю. Спасибо.